Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре точная копия на AirPods Pro 2 от производителя Depo. Стоят они сравнительно недорого, чуть больше 2000 рублей. Есть представительство в России, а значит доставка будет максимально быстрая, буквально несколько дней. Также есть официальная гарантия на 12 месяцев, в случае чего их можно будет вернуть. И очень хорошо работает служба поддержки. Можете задать любой вопрос, вам ответят. Для сравнения я достал свою старенькую копию на AirPods Pro от какого-то китайского ноунейма. Наушники неплохие, но покупал я ее года 3 назад за 3500 рублей. Как раз таки будет очень интересно их сравнить. Примерно года 3-4 назад я очень много брал всеразличных копий, тестировал на обзорах. Они у меня все есть на канале, можете посмотреть. И что я точно помню, абсолютно у всех наушников копий AirPods Pro был любимый мой форм-фактор. Это не совсем вакуумные, от которых у меня быстро начинает болеть голова, я долго не могу в них находиться. И не совсем такие обычные, которые без резиновых амбишур и у меня постоянно выпадают, и как ты их поправляешь, неудобно. Это золотая середина. Но сама коробка, в общем-то, не похожа на AirPods Pro. Она там более минималистичная. Здесь вот есть у нас информации. Есть активное шумоподавление и режим прозрачности. Беспроводная зарядка. ЕНК. Четкий голос во время звонков. И 20 часов без подзарядки. Но это дает такую автономность сам кейс. Сами же наушники работают примерно около 5 часов от одного заряда. В кейсе установлен аккумулятор на 300 мА. А в наушниках уже по 35 мА. Bluetooth самой последней версии 5.3. И что вот здесь я интересно обнаружил. Наушники совместимы с оригинальными аксессуарами AirPods Pro 2. Представляете? Получается, все аксессуары от DEPPUR подходить к оригинальным AirPods Pro. Давайте посмотрим. Как вы видели, они были запечатаны. Я их абсолютно не видел, не тестировал. Все буду делать прямо при вас. В такой мягкой поролонке лежат сами наушники. В пленочке. Сверху картонная коробочка с аксессуарами. И под поролонкой документация. Что очень хорошо, инструкция вся абсолютно полностью на русском языке. Как подключать, какие функции работают, как заряжать и прочее. Также еще в комплекте есть три пары сменных амбишур. Можно подобрать под любые уши. Ну и в маленькой коробочке у нас кабель Lightning. Ух ты, а длинный, смотрите. Тоненький, длинный. Метр точно. Вот такой шнурок. Не знаю, совершенно бесполезная вещь по мне. Ну, есть и есть. О, слушайте. Тяжелее, чем копия китайская. Они гораздо тяжелее. Чувствуется вещь. Даже и по цвету очень здорово отличаются. Копия от DEPO более белого цвета. А от китайского производителя такая немного желтоватая. Также здесь мы видим, что есть цветовой индикатор. Здесь нету. Сзади кнопочки эти дублируются. А да, еще заметили размер. Китайская копия больше. У DEPO такая аккуратная и поменьше, но тяжелее. Значит, аккумулятор все здесь настоящее. А здесь, ну, естественно, все хреновое. Также немного видоизмененная петля. И есть надписи. Здесь надписей нету. И кнопочка, посмотрите, она прям утоплена. Очень классно, круто, максимально сделана. Здесь она прям, ну вот, зазоры на лицо. Написано у нас здесь, с каким током чего заряжать. В принципе, это все и так понятно. Давайте посмотрим. Петля очень хорошо. Хорошая, фиксирующая. На пружинке. Классная петля по люфту. Да, конечно, это абсолютно две разные вещи. Нет. Ну, они собраны очень четко. Ну, и вот так они выглядят сзади. Тут только лайтнинг, больше ничего нет. А здесь у нас встроенный микрофон. И, не знаю, наверное, резет какой-то сброс, я так понимаю. С торца у китайской копии нет ничего. А у Деппа есть отверстие для шнурка. При открывании кейса загорается зеленый индикатор. И автоматически идет поиск в эту соединение. Давайте посмотрим на сам наушничек. Ну, я уже вижу, что это абсолютная копия. Действительно, сделан очень качественно, хорошо. С внутренней стороны, как вы видите, есть такое углубление. И это как раз-таки та самая сенсорная площадка. В сравнении с китайской копией. Вот эта китайская. Ну, видно, что она уже постарше. Есть небольшие изменения. По форм-фактору, в принципе, нет. Вот только по этим самым органам, так скажем, управления. В остальном они очень похожи. Но, также были большие различия. Вот под амбишурами. У китайской копии маленькое сопло. А вот у Деппа, как у оригинала. Как у оригинального, аэрпоз. Металлическая сеточка. И также различия есть в самих амбишурах. Тут ничего, просто силиконка. Здесь пластик. Пластик. Есть нейлоновая сеточка. То есть, абсолютная точная копия. И еще на что хотел обратить ваше внимание, что у китайской копии вот эта черная полоска, это просто, я так понимаю, имитация. А вот уже у Деппа, это действительно металлическая сеточка. То же самое и сверху. Металлическая сеточка. Даже при открытии есть очень большая разница. Вот эта китайская копия. И Деппа. Есть разница. При подключении наушников к вашему устройству, а совместимы они абсолютно со всеми операционными системами, Android, iOS, Windows, можно зайти в настройки и посмотреть заряд самого кейса, либо наушников, а также включить, либо выключить режим шумоподавления или режим прозрачности. Ну и также можно переназначить кнопки. Например, на удержание установить не Siri, а тот же самый режим шумоподавления, либо прозрачности. Либо какую-то любую другую функцию, которая вас интересует. Настраиваются очень гибко. Даже есть специальная функция, в которой можно определить, правильно ли ваши наушники располагаются в ушах. Или вам их нужно поправить. Не знаю, но для меня все-таки это какое-то баловство. Шумоподавление, прозрачности, играться с какими-то вот этими режимами. Но кому-то может быть это действительно полезно. Я все-таки еще, наверное, завис в том времени, когда наушники должны быть наушниками. Самое главное, чтобы они хорошо лежали в ушах, держали долго заряд батареи и выдавали хорошее качество звука. Все. Микрофон должен хорошо записывать качество звука. Не нужна мне никакая там подсветка, RGB, режимы. Крутилки, вертелки, свистелки, переделки. Ну, я вот такой. Я люблю простоту во всем. А вот это было очень необычно. Кстати, очень классная пассивная шумоизоляция. При первом Bluetooth-соединении женщина русским голосом мне говорит, что вы подключили так и так устройство. Очень круто. Русский первый раз такой слышал. Я, кстати, совершенно забыл показать, как они сидят в ушах. Просто, на мой взгляд, это очень глупо, потому что кто не знает, как AirPods Pro сидят в ушах. Очень круто. Выглядит, вернее. Как они выглядят в ушах. Ну, и перед тем, как я перейду к вальбам о качестве звука, который они выдают. Ну, да. Удивили. За 2000 рублей, ребят. Тут звук потрясающий. Объясню более подробно. Давайте быстренько пробежимся по органам управления. Управление сенсорное. На ножке, как уже я говорил. По сути, классика. Один тап стоп-пауза. Два тапа по одному наушнику перемотка вперед. По другому наушнику перемотка назад. Три тапа вызов голосового ассистента. Если у вас Android, то у вас Google ассистент. Вот поговорим давай, ага. Если у вас iOS, то есть iPhone либо iPad, то, естественно, будет Siri. При удержании включается режим шумоподавления, режим прозрачности. Ну, в следующий раз удерживаете. В третий раз включается NFC. Там прям женщина опять русским языком вам говорит. Включен режим NFC. Это то есть в том режиме, при котором вы будете разговаривать с собеседником. То есть, если вы по наушникам разговариваете. И выключает режим. Ну, то есть, соответственно, еще раз удерживаете. Режим NFC отключен. То есть, вот так вот они работают. Прикольно. Давайте еще и проверить, как действительно они, какие у них микрофоны, какое качество микрофонов. Ну, и вот так вас будет слышать собеседник, если вы будете с ним разговаривать в наушниках от производителя Depo, модель Air Pro Anc. Ну, и теперь переходим к качеству звука. Не ожидал, честно говоря, не ожидал. Во-первых, просто охренительный запас по громкости. Я думаю, удовлетворит абсолютно любого. Даже по пьяни. Даже меня по пьяни, так скажем. Потому что я, когда выпью пивка, я очень люблю громкую музыку. И басистую. Вот здесь с этим прям все на высшем уровне. Громкость. Запредельная даже на полной громкости. Начинает немного дискомфорт создавать. Ну, очень громко. Что касается баса. Я вообще обожаю бас. Вообще люблю музыку слушать, где присутствует очень много баса, бочек и всего этого. Вот драм-н-бейса. По умолчанию здесь его даже в излишке. Ну, это, естественно, можно будет все поправить эквалайзерами. Но кому-то, может быть, это даже и будет нормально. Для меня это нормально. Но вот кто не любит прям перегруз баса, то для вас будет это, может быть, немножко лишнее. Ну, в эквалайзерах убавили. Мне достаточно. То есть, ну, впередешь не переходит. Имейте в виду. На полной громкости басистая музыка все равно. Нет, нет. Нет. Все четко. Четко. Все отлично. Единственное, что просто его много. Он прям доминирует и перебивает даже высокие и средние. Вот здесь бас доминирующий. Высоких я бы здесь добавил. Высоких маловато. Если тем более сравнивать с какими-то арматурными наушниками, конечно, да. Высоких и средних здесь маловато. Хотя средние вроде бы еще ничего. Но вот прям высоких именно маловато. Здесь я хотел бы немножко их поругать. Высоких маловато. Скрипочку здесь какую-то слушать. Симфонию, я не знаю, здесь будет не очень. Рок-металлику в них, конечно же, слушать можно. И будет даже очень прикольно. Но, естественно, они не сравнятся с теми же KZ. Даже если они будут динамические. А уж с арматурными тем более. Но здесь, опять же, как говорится, на вкус и цвет. Ну и подводя итог, что хочу сказать. За 2000 рублей, ребята, это на самом деле находка. Тем более в форм-факторе точная копия AirPods Pro. Вот так покажете. Никто даже не догадается, что это у вас копия или не копия. Выглядит это, по сути, абсолютно так же, как и оригинал. Ну да, выдают какие-то некоторые моменты. Вот здесь динамик, кстати, я так и не понял, для чего он. Ну ладно, потом проверю. Ну и вот это вот опять же сбоку. Я бы не знаю, я бы вообще это не делал. Для чего? Так бы вообще было абсолютно... Ну, по сути, издалека. Можно и спутать свои... Подводя итог, что хочу сказать. Сборка обалденная. Они даже реально тяжеленькие. Петля отличная. Сами все видите. Также и наушнички. Тоже все сеточки. Все сделано прикольно, оригинально. И амбишурки все сделаны. Не знаю. В сборке вообще претензий никаких нет. Собственно, как и к качеству звучания. Наушники класса за 2000, ребята. Точная копия AirPods Pro. Ну не по форм-фактору точная копия. Ну и по звучанию, скорее всего. Ладно. Все ссылки в описании, в закрепленном комментарии. И вам большое спасибо за внимание. Будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok